Текущий урок посвящен понятию функции. Однако, прежде чем говорить о функциях, мы поговорим про модель вычислений, принятых в функциональных языках. Мы сравним модель вычислений функциональных языков с моделью вычислений для императивных языков. В императивных языках программа — это последовательность инструкций. Подразумевается, что имеется некоторый вычислитель, который принимает эти инструкции и последовательно исполняет их. Результаты исполнения таких инструкций сохраняются в ячейках памяти. Последующие инструкции могут обращаться к этим результатам вычислений. Для доступа их к ячейкам памяти на чтение и запись в императивных языках вводится фундаментальное понятие именованных ячейок, которые называются переменными. Переменные в императивных языках это ячейки, в которых данные могут изменяться в процессе выполнения программы. В функциональных языках ситуация другая. В функциональных языках, таких как Haskell, модель вычислений следующая. Программа представляет собой некоторое выражение, а вычисление, выполнение программы заключается в последовательных редукциях этих выражений до состояния, когда такие редукции дальше уже невозможны. Получившееся в результате выражение, отредуцированное выражение, представляет собой результат работы программы. Посмотрим на последовательность редукции на простом, знакомом нам из школы примере. Вот перед нами мы видим арифметическое выражение, которое записано в первой строке. А каждая следующая строка это результат последовательных вычислений этих выражений, последовательного редуцирования. Сначала 4 умножается на 3, мы получаем значение 12, потом 5 складывается с 12, и на следующем шаге редукции мы получаем число 17. И, наконец, 17 возводится в квадрат, и мы получаем результат 289, который уже дальше не может быть вычислен. Результат 289 является ответом на наш вопрос, чему же равняется значение выражения, которое у нас было в первом строчке. Таким образом, вычислитель в этой ситуации это некоторая довольно простая внешняя программа, которая умеет выполнять редукции. В данном случае под редукцией мы понимаем выполнение арифметических выражений. В дальнейшем мы будем пользоваться значком стрелочка с волнистой внутренностью, стильды внутри стрелочки, для того, чтобы описывать один шаг редукции по каким-нибудь правилам.